Всем привет, друзья! С вами Гамелькара Барка и продолжаем наше прохождение Первого Рима Зооплантическое Царство. И сегодня у нас, если меня не изменяет моя память, 10-я уже серия. Довольно-таки далеко мы продвинулись, уже мы в Греции, но посмотрите на карту, посмотрите на мини-карту. Уже дом Брутов фактически захватил половину Балкан, уже Дакия прекратила свое существование, но по большей части уже в Фессалии, в Фессалониках дом Брутов. И нужно нам поскорее-поскорее заканчивать с Греками и уже готовиться к войне с домом Брутов. Итак, для начала возьмем мы колесницы с лучниками, или лучников на колесницах, по-другому говоря. Это будет у нас в Афинах и Тинайм, а пока будет в Афинах и Тинайм. Я планирую сделать вылазку и отправиться в сторону Каримфа. Но так как у нас нету здесь возможности сидеть и ждать найма войск, да, то есть спокойно это все делать, подготавливать, мне придется действовать очень таким способом. Объединять войска, восстанавливать их численность путем объединения нескольких покоцанных юнитов. И вот этими войсками идти в сторону Каримфа. У нас здесь получается не самый маленький стэк, да, но и ударными его тоже называть не стал бы. Но здесь мы видим на своем пути отряд греческих гоплитов. Ну, три отряда здесь, ну, авторасчет говорит, что мы понесем большие потери, то есть два к одному всего лишь на все, несмотря на то, что у нас в три раза, нет, в четыре раза, в четыре с половиной раза больше войск, чем у греков. Поэтому мне придется самолично отправиться в этот бой, дабы этого бреда не произошло и дабы мы понесли минимальные потери в этом бою, так как сами видите, в какой тяжелой, я бы сказал, в тяжелейшей ситуации мы находимся. Итак, начинаем сражение, начинаем размещение войск. Так, ну, какой у нас будет план, да, такой же, как и всегда. Надо попробовать подрастрелять врага, потом испугаем колесницами, пехоты у нас здесь только, можно сказать, один отряд наемных гоплитов. Начинаем бой. Так, смотрим, где враги, а враги расположились на холме, ну, что ж, ничего страшного в этом нету. Подбегаем, начинаем закидывать их дротиками, подводим стрелков и генерала нашего. Отключаем нашим пацанам пока что стрелять, пока не зайдем в тыл. Видите, в своеобразный бокс выстраивается искусственный интеллект. Начинаем закидывать дротиками. Да, 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 да. Закидываем, 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 но видите, какие они толстокожие. Ну-ка в спину вот этому отряду. Здесь попробуем зайти с другого фланга. Ну-ка в спину. Да, да, в спину уже потери пошли нормально, это прекрасно. Так, генерал наш уже рядом. Десять человек всего лишь навсего убили, но пока только половину боезаряда потратили. Так, здесь, ну, давайте вот здесь тоже в спину покидаем. Нет, здесь уже в спину не получается. Нам нужны стрелки наши. Так, здесь отступаем. Слишком близко подошли здесь наши ребята. Так, убили достаточно неплохо. Неплохо, неплохо. По генералу теперь надо откинуться. Да, это наш шанс. Шанс именно, именно на стрелков. Генералам тоже сейчас будем откидываться. Закидываем, закидываем, закидываем. 130 человек здесь остается. Здесь 158, здесь 135. Так, отключаем генералу стрельбу. Так, нет, 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 нет. Этот отряд уже полностью потратил свой боезапас. Так, теперь, 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 давайте, ребята, ну, пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. Закидываем, закидываем генеральским отрядом следующий отряд гаплитов. так закидываем 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 отключаем гений отбегания и кидаем в спину да у генерала дамейдж конечно же больше чем у обычных отрядов оно и понятно стрелки начинают уже наши стрелять здесь в принципе можно попробовать и срашить кого-нибудь так а если вот так вот спину сейчас шандарахнуть ну-ка успеет он развернуться или нет не ну вроде не успевает развернуться искусственный интеллект и получается у нас довольно таки неплохо убиваем генеральский отряд постепенно а он в это время пытается убить нашего всадника с дротиками все уходим отсюда и атакуем этот отряд врага charge 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 ну врезались мы довольно таки неплохо в принципе здесь что так убегайте 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 здесь убили достаточно неплохо теперь charge charge другой отряд да ну все лучники свое дело сделали стрелки сделали сейчас еще раз срашим генеральский отряд и здесь уже генерал должен рогнуть по идее хорошо мы влетели в них большие потери здесь пошли но стоит каплит но он я думаю сейчас скоро скончается благополучно для нас да, все, вражеский полководец сбежал, прекрасно, теперь добиваем вот этот отряд добиваем, добиваем, добиваем здесь расстреливаем этих пацанов так, здесь осталось сколько? 37 человек так, давайте легкой кавалерии тогда их снесем подготовимся, сначала зайдем в тулы так, ну все, отступаем, отступаем стрелками нашими чарджем легкой кавалерии и отсюда тоже чарджем легкой кавалерии последний отряд остался вражеский да, все, давайте продолжим битву потеряли, сколько? человек 13, наверное, потеряли и так, разбили здесь греческую армию, прекрасно полностью убили, сколько? 93% ну, сейчас добьем еще будет больше так, ну в принципе, все ставим на третью скорость добиваем, добиваем полностью так, сколько в процентном соотношении? 96 да, убили вражескую генку 97%, 98%, 99%, 99%, так 99% и 100% вражескую армию полностью убили всех при этом потеряли 26 человек ну, прекрасный бой получился что можно сказать если бы этот бой проводил искусственный интеллект у нас были бы куда большие потери я думаю, что просто колоссальные мы понесли потери я думаю, потеряем человек, наверное, 500 и так, атакуем Каримф строим здесь осадные машины, орудия и на следующем ходу на авторасчете забьем Каримф строительство в Афинах продолжается теперь на восток отправляемся что здесь у нас? ничего, пока что здесь не происходит святилище Зороастра я забыл снести сносим и строим храм Афродиты заканчиваем ход пока что, наши саглядаты здесь не наблюдают за происходящими событиями так, так, так ну, все спокойно нет, греки стягивают в нашу сторону войска не понимают, что большую опасность для них представляем не мы а римляне ладно, идем на штурм авторасчет, безоговорочная победа захватываем Каримф уничтожаем население и получаем чудо света статуя Зевса Олимпийская статуя Зевса Олимпийская дает улучшение плюс 4 лояльности всех городов замечательная статуя замечательная и сразу уничтожим в Афинах прекращается так, в Каримфе мы должны сейчас построить тогда, ну, сначала отремонтируемся потом снесем храм храм Зевса у них тоже греческий так, ну, в принципе, че ну, нет, надо снести, конечно построить свой храм Зевса так, так, так довольно-таки неплохо захватили Каримф и остается нам захватить еще и Спарта после этого я уже смогу со спокойным сердцем быть уверенным что здесь у нас все будет хорошо тем временем в в в в Афинах идет наим войск и давайте построим рудники в Афинах в Каримфе пока ничего не будем строить переобучимся здесь, конечно же так, и наймем наймем, наймем сколько-то тяжелое понтийское один ход строится но оно лучше, чем наша легкая возьмем переворужимся так сказать возьмем 5 отрядов понтийской гавалерии и следующий ход сразу же мы осадим Спарту на востоке что? ага а на востоке а на востоке у нас здесь Парфи уже зашла на нашу территорию слишком, я думаю нагло себя ведут ведут Парфийцы и нужно будет предпринимать меры Суза у них почти пустые а Селевки Селевки пока что пока что принадлежит империи Селевкидов но видим какой гигантский стэк там стоит Парфийский так здесь на наших границах стоят Селевкиды здесь у нас армия набирается так нужна пехота нужна пехота у нас слишком много серпоносных колесниц слишком мало стрелков так в Синопе мы можем нанять стрелков? нет не можем в Мазаке в Мазаке тоже не можем нанять нормальных стрелков анки что мы можем строить? давайте забор построим в Анки или в Никомедии построим построим нет поля я не буду строить построю там стрельбище в Галикарнасе ничего не можем строить в Сардах тоже ничего не можем строить в Пергаме в Пергаме найму я серпоносных поля снизу и построю рудники большие так 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 Кедони что с Кедонием казарм устроен есть деньги возможно в Народосе 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 ничего не буду строить все меня устраивает пока что стек у нас здесь набирается как я и планировал так этот парень наш должен отправляться уже в сторону Анки а эти войска у нас отправляются в сторону Мазаки будем собираться здесь силами для одного сильного мощного удара по Египту и селевкидом одновременно мы вторнемся заберем себе Тарс и Антиохию за один ход попробуем это сделать тем временем надо решать что-то с с порфийцем здесь богобигна какой-то богобигна нифига себе парень богобигна так восточную пехоту что ли набрать емкие палки ну ладно возьмем восточную пехоту тогда ой сука подходит сюда к нам скифы надо готовиться принимать скифы берем дротиков два отряда заканчиваем ход да со всех сторон на нас решили обрушиться враги так осаждены сразу и Афины и Каримф тяжелая ситуация тяжелая 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 Афина и Каримф одновременно осаждены врагом так что же нам здесь делать что же нам не делать надо в любом случае сначала разбивать вот эту армию а это не так просто будет и уже потом потом идти выручать Афины что здесь за армия тысячу человек армия в основном гоплиты и отряд генеральский что здесь три тысячи воинов раз два три четыре и в основном гоплиты да нелегкий нам приставит воин сначала я взгляну на ситуацию на востоке потому потому что здесь довольно напряженная ситуация так здесь я вышку хочу построить да этот углюдок идет в сторону артакса афинатры так что же нам делать что же нам делать что же нам делать в любом случае надо продолжать копить войска возле мазаки так мазаки у нас еще один ход будет строиться казармы и сможем уже нанимать фалангитов так 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 других городах что у нас у нас осада ладно давайте сделаем следующим образом проведем бой за каримф вернее снимем осаду с каримф и посмотрим как это у нас получится что ж друзья мои надеюсь что у нас получится победить пожелайте мне удачи в этом тяжелом бою отправляемся